Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2127. Почему христиане служили в армии и при том у языческих императоров?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Единственное и только потому, что люди не знали учения Христа. Но достаточно было для них отвергнуться идолов и не приносить им жертв. Матфея 5 глава 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. И еще бы хорошо уйти в равноангельское звание в монашество и повыше в горы и подальше от людей. Левит 26.17. «Обращу лице мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Притча 28.1. «Нечтиво бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». А выйти из воинского звания было так просто, и даже это ничем и не грозило, оказывается. На монахе культивировали совсем другое учение, противное Христову. Можно воевать, можно убивать, можно клясться. Тарах. 12 октября. Кавычки открыты. Проконсул спросил его. «Из какого ты рода, Тарах?» «Я происхожу», – отвечал Тарах. «Из римского воинского рода в сирийском городе Клавдиополе». «Из делавшись христианином, оставил военное звание». Проконсул сказал. «Ты был недостоин служить воинам. Однако скажи, как ты вышел из военного звания?» «Я просил начальника Публиона», – сказал Тарах, «и он отпустил меня». Кавычки закрыты. «Феотекн», 10 октября. Кавычки открыты. «Нечестивый царь Максимиам, пришедший однажды в Антиохию, устроил праздничество в честь скверных своих богов и издал повеление, чтобы сначала воины приносили жертвы идолам, а потом и весь народ. В числе воинов находилось много христиан, которые, не пожелав повиноваться приказанию царя, сбрасывали с себя воинские пояса и шли на мучения за Христа». Кавычки закрыты. Кирилл, 11 мая, кавычки открыты. «После села Сарацины спросили, «Если Христос есть ваш Бог, то почему же вы не делаете того, что Он велит вам? Ведь написано в Евангелии, молитесь за врагов, делайте добро ненавидящим и притесняющим вас, и бьющим вас подставляйте щеку. Вы же поступаете не так. Против противников ваших вы оттачиваете оружие». Иоанн воин, 30 июля, кавычки открыты. «Сей святой Иоанн служил в войске в царствовании императора Ильяна, отступника, и вместе с другими воинами послан был убивать христиан. Тем, кто видел его при исполнении этого дела, он казался гонителем христиан, но тайно он оказывал им немалую помощь. Так, одних прежде, чем они были схвачены, он извещал, чтобы они могли убежать, а других уже после того, как они были схвачены, освобождал. Он оказывал милосердие не только гонимому христианам, но и тем, которые просили у него помощи, давая им все то, в чем они нуждались. Упражняясь в молитвах и посте, святой Иоанн посещением больных и утешением скорбящих украшал жизнь свою и совершенствовал себя в добродетели. Проведший жизнь свою так богоугодно, он отошел к Господу и был погребен на том месте, где погребали странников. Кавычки закрыты. Марин. 7 августа. Кавычки открыты. Затем, придя с ним во святой алтарь, епископ, указывая рукой на святой Евангелие и на воинский меч, которым Марин был припоясан, сказал, «Из двух этих вещей избери, достойный муж, какую-либо одну, или носить этот меч, чтобы временно служить земному царю, а по смерти получить вечную погибель, или сделаться воином небесного царя, положить душу за его пресвятое имя, написанные все книги и царство с ним бесконечные веки». Святой Марин, простерший правую руку ко святому Евангелию, с горячей любовью облабзал его, показывая, что он готов за Христа идти на смерть. Тогда епископ сказал ему, «Всей душою твоей прилепись к Богу и, укрепляемой его силой, прими то, что сам избрал». Кавычки закрыты. Никита. 15 сентября. Кавычки открыты. Переходя через реку Истр-Дунай, он приказал сделать изображение святого креста и носить все изображения перед своими полками. Так он напал на Афанариха. Произошло ужасное сражение, но христиане с помощью креста одолели Афанариха и победили все его войско. Одних убили, других взяли в плен. Так что сам с небольшой дружиной едва успел убежать. С того времени христианская православная вера все более и более стала распространяться среди готов, ибо многие, увидев непреодолимую силу креста, проявившую в битве, уверовали в распятого на кресте Господа. Ромил. 6 сентября. Кавычки открыты. Случилось, что Троян, находясь со множеством своего войска в восточных странах, для покорения себе и веров савроматов, арабов и других народов, вздумал пересчитать своих воинов и нашел среди воинских полков 11 тысяч человек, исповедовавших Христа и отвергавших поклонение идолам. Всех их Троян с позором отослал в Армению, надеясь, что это заставит их отречься от Христа и принести жертву идолам, и они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь. Тогда Ромил, как военачальник, пришел к царю и укорял его в безбожии и безрассудстве, в том, что он, вышедший на войну, сам уменьшает свои войска. Себя же Ромил исповедовал христианином, готовым умереть за имя Иисуса Христа, Господа своего. Троян сильно разгнился на святого, повелел его жестоко бить и осудил на смерть. Кавычки закрыты. Сергей Радонежский. Сергей Радон. 25 сентября. Кавычки открыты. Затем, осенив князя честным крестом, преподобный пророческий изрек, «Иди, господин, небоязненно. Господь поможет тебе против безбожных победить врагов своих». Последние слова он сказал одному только князю. Обрадовался тогда защитник русской земли и пророчество святого заставило проследиться от умиления. В то самое время в обители Сергиевой подвязались два инока, Александр Пересвет и Андрей Ослябия. В Мироне были воинами, опытными в ратных делах. Всех иноков воинов и просил великий князь у преподобного Сергия. Старец тотчас же исполнил просьбу Дмитрия Иоанновича. Он приказал возложить на всех иноков схему с изображением креста Христова. «Вот, чадо, оружие непобедимое. Добудет оно вам вместо шлемов из щитов бранных». Тогда великий князь в умилении воскликнул. «Если Господь мне поможет, и я одержу победу над безбожными, то поставлю монастырь во имя Пречистой Богоматери». Простившись мысленно со своим отцом духовным, со своим собратом Ослябою, с великим князем всей доблестной воин Христов, с копьем в руках быстро устремился на своего противника. Со страшной силой они сшиблись, и оба пали мертвыми. Тогда началась ужасная битва. Такой сечи еще не бывало на Руси. Бились на ножах, душили друг друга руками, тесняя один другого, умирали под копытами лошадей. От пыли и множества стрел не было видно солнца. Кровь лилась потоками на пространстве целых десяти верст. Много доблестных воинов русских пало в тот день, но вдвое более было побито татар. Битва окончилась в совершенном поражении неприятелей. Безбожные и высокомерные враги бежали, оставив за собой поле битвы, усеянные трупами павших. Сам Мамай едва успел убежать с малой дружиною. Во все время, пока происходила ужасная битва, преподобный Сергий, собрав братьев, стоял с нею на молитве и усердно просил Господа, чтобы он даровал победу православному воинству. Вскоре после всего наваждением дьявола татары под приводительством нового хана Тохтамыша коварным образом напали на русскую землю. Тохтамыш внезапно захватил Москву, разорил и нескольких других городов. Преподобный Сергий удалился в Тверь. Страшные враги уже были недалеко от обители, но могущественно десница Божия сохранила монастырь от дерзновенной руки грозных завоевателей. Тохтамыш быстро ушел, когда узнал, что приближается великий князь со своим воинством. Кавычки закрыты. Засохшие деревья был пожар. Горело, полыхало сушняком. Тушили кто чем мог, и млад и стар. Подсчитывали уголики потом. Так каждый год бесчетные пожары на тысячах гектаров по тайге. За злые умыслы и за грехи нам кара спасение от огня не видится нигде. Как первый мир, возникший из воды, водою был потоплен, уничтожен, так этот, разыгравшийся на все лады, ослепнет от меча, сверкнувшего из ножен. Пожары для живущих есть прообраз Вселенского, когда сгорит земля. Масунству Бог пересчитает ребра, князя земли от страха заскулят. И пыль, и дым столбом взметнутся к небу. Все вожделенное тогда, презрение грязи. Для политологов разгадан будет ребус. От этой пропади все очнутся разом. Огонь не термоядерного взрыва. Хотя и это исключить нельзя. От радиации последнего нарыва Тираны гнойные зализывают к низьям. Неопалимые подземные сгорят. Из головней слагаются утесы. Кто поджигатели? Семь ангелов подряд. Но как и где? Все так же под вопросом. Охватит боль, опустошая чрево. Заломленные руки скручит мука. Как прежде взоры к новому еврею. Одна на всех последняя разлука. Деревья ввысь взметнули сучья руки. Они уже не плачут по весне. У этих остовов урок не из науки. Для разумеющих в грехах не закосненеть. Не закоснеть. Игла 17.09.03. Игла 17.09.03. Не закрепить его.